Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 6 февраля и перед началом хочу сообщить, что сегодня пройдет тематический вебинар, который называется «Как создать свою торговую стратегию, свою торговую систему». Вебинар пройдет сегодня в 7 часов по Москве, проводить его буду я. И под этим видео вы сможете найти ссылку на регистрацию. Все ваши вопросы, которые вы хотели задать по поводу формирования торговой стратегии, темы, которые у вас не получаются или наоборот, которые вы хотите улучшить, вы сможете сделать это на этом вебинаре. Поэтому регистрируйтесь и буду ждать вас вечером на нем. Ну а наш разбор мы начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим, что вчера пара смогла закрепиться ниже минимальных значений в пятнице, 2 февраля, отметка 1.2406 и вновь мы перешли в фазу снижения. Ближайшие цели по нисходящему движению – это уйти ниже отметки 1.2338 и уход ниже данного уровня уже откроет дорогу на снижение в область 1.2162. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать в том случае, если увидим закрепление выше максимальных значений вчерашнего дня, отметка 1.2474. Пара британский фунт-американский доллар продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели по снижению находятся в области минимальных значений отметка 1.3460. Обжарший разворотный уровень отмечаем на максимуме вчерашнего дня 1.4149. Пара американский доллар-канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Следующие цели роста находятся на отметке 1.2684, следующая цель 1.2852. Возврат к продажам по данной паре будем рассматривать, если мы увидим закрепление ниже минимального значения, которое вы видели вчера, на отметке 1.2397. Пара американский доллар-японская иена вчера к концу торговой сессии смогла закрыться ниже открытия, ушли ниже минимальные значения, которые мы видели в четверг на прошлой неделе. И сегодня с утра движение нисходящее продолжилось, что пока нас в рамках часового таймфрейма возвращают непосредственно к продажам с целями снижения на отметку 1.1731. Возврат к покупкам, а значит продолжение восходящего коррекционного сценария по данной паре рассматривается в том случае, если мы увидим вновь уход выше максимальное значение вчерашнего дня. Отметка 1.1028. На текущий момент тенденция на ослабление преобладает. Пара австралийский доллар-американский доллар на текущий момент находится в нисходящем движении. Следующие цели снижения – это отметка 78.7785. И ближайший разворотный уровень находится на максимуме вчерашнего дня – отметка 79.53. По паре евро-фунт мы видим продолжение роста, которое у нас началось на прошлой неделе. Следующие цели по движению – это область 89.42. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме понедельника – отметка 88.11. По золоту на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Более важный уровень для возобновления покупок находится на максимуме, который мы видели 1-2 февраля – отметка 1350. Пока мы торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая будет оставаться в приоритете с целями снижения на 1327 и на 1306. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение, которое также началось на прошлой неделе. Цели по снижению – это область 66.23. Возврат к покупкам рассматриваем после ухода выше отметки 68.85, максимум, который был зафиксирован вчера. По индексу DAX тенденция нисходящая сохраняется. Следующие цели снижения у нас находятся на отметке 11206. Ну а ближайший разворотный уровень, после которого уже имеет смысл рассматривать продажи, находится на максимальном значении вчерашнего дня – отметка 12753. Биткоин продолжает снижаться. Следующая целевая область – это снижение до отметки 5200. Именно туда сейчас данный инструмент и стремится. Ближайший разворотный уровень на текущем находится на максимуме вчерашнего дня – отметка 8339. Тенденция нисходящая, коррекционная по биткоину сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Буду всех рад видеть сегодня на вебинаре в 7 часов по Москве. Ссылку на регистрацию вы сможете найти под описанием к этому видео. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится это видео, и ваши вопросы писать в комментариях. Всем хорошего дня и до свидания.